Всем привет! Меня зовут Куприяненко Артем и я сегодня покажу вам устройство моей тестовой сцены. Эту сцену я использую для настройки материалов, для тестирования различных объектов во время рендера. Она будет очень удобна в том случае, если вам нужно получить быстрый рендер и протестировать материал, либо же какой-то объект. Итак, делается это очень просто. Буквально пару приемов у вас будет такая же сцена, на которой вы сможете протестить любой объект. С чего начинаем? Начинаем с построения сплайна. Сплайн мы строим следующим образом. Сейчас покажу как. В проекции фронт строим сначала угол, а после этого делаем угол округлым. То есть выбираем точку, далее функция филет и филетом скругляем угол. Тем самым мы будем имитировать условия фотостудии. То есть, если вы обращали внимание, при предметной фотосъемке у нас нет четкого угла. Если кто-то был в студии, то он наверняка мог заметить, что все фоны имеют скругление в этой части. Итак, построили сплайн. Далее модификатор экскрут. Применили модификатор и получили вот такую форму, которая будет являться нашим фоном. Для тестирования всевозможных объектов. Можно заднюю стеночку немножечко приподнять. Причем потому что объекты могут быть разного размера и разной формы. Лучше, конечно же, иметь какой-то запас как по высоте, так и по длине. После этого я устанавливаю камеру. Камеру я ставлю в режиме топ. Используем V-Ray Physical Cam. Вот таким вот образом ставим камеру. И выставляем ее примерно на высоту до метра, думаю. То есть для предметной визуализации больше не нужно. Но опять же, зависит от объекта, который вы отсчитываете в вашей сцене. Поэтому положение камеры, конечно же, может меняться. Так, сейчас я вижу, что мне не хватает немножечко ширины моего фона. Поэтому параметры экструда увеличу. Примерно так это выглядит. Все объекты я тестирую со следующим типом освещения. То есть я покажу два типа. Первый тип будет основан на подсвечивании объектов с помощью HDR-карты. И второй тип будет имитировать, по сути, ситуацию при предметной визуализации в фотостудии. Итак, первый вариант. Это вариант работы с HDR-карты. Честно говоря, мне он нравится немножко больше. Он дает более интересный свет. Но есть варианты, когда уместен будет именно свет искусственный. То есть имитация софтбокса. Когда нужно проявить блик. Когда нужно более, скажем так, акцентированно рассмотреть работу материали на спекиларе, на блике. Итак, HDR-карта подгружается несложно. У меня уже есть на эту тему видеоуроки. Я думаю, вы можете посмотреть. Создаем новый материал. Подключаем V-Ray HDRI. Шейдер. Выбираем HDR-карту. Раскладываем ее в режиме Spherical. Мультиплайер. Делаем соответствующий. Мультиплайер, как вы уже знаете, понимаете, зависит конкретно от каждой карты. И эту карточку вешаем на Environment. То есть способов применения несколько карт. Мне, честно говоря, удобнее всего в Environment ее ложить. Мне кажется, что самый простой и самый понятный способ, если мы говорим о короне рендер. В V-Ray, в принципе, все то же самое. Только если мы рендеримся V-Ray, карту можно положить как на Environment, так и на Environment V-Ray. То есть все галочки включаем. И точно так же драг-н-дробом переносим нашу карту в режиме Instance в стеке V-Ray. Мы будем отчитывать сцену V-Ray, короной. Поэтому я включаю Corona Render. Создаю материал. Этот материал будет белым, потому что фон отчитывается. Ну, фон, как правило, в фотостудии, он имеет белый цвет. И для того, чтобы протестить объект, либо материал, лучше всего использовать как раз-таки нейтральный белый цвет. Поэтому Color делаем белый, 255, 255, 255 можно поставить. И для белого используем параметр Levels 0.85. Это так называемое Albedo. То есть смысл в том, что нет абсолютно белых объектов в мире. И 255, 255, 255 значение дает абсолютно белый цвет, что в принципе невозможно. А параметр 0.85 компенсирует его от Вальбедо, так называемый. То есть мы получаем не абсолютно белый, а такой слегка сероватый оттенок, что является физически корректным. Переменяем этот материал. И далее можно импортировать объект в сцену. Объект импортируется очень просто. Обычным мерджем в сцену. И что мы получаем? То есть при нажатии кнопки Render на клавиатуре мы видим вот такой вот результат. У нас есть объект, он освещен очень мягким светом. У нас есть такой теплый рефлекс от HDR карты, что в принципе очень неплохо показывает работу шейдера и непосредственно саму модель. HDR карты бывают разные. Сейчас использована экстерьерная карта. Но для предметки я могу тоже порекомендовать, например, использовать более интересную другую карту. Я, кстати, вместе с уроком приложу эти две карты. Вы сможете ими пользоваться. Сейчас покажу, как она выглядит. Поинтереснее, на мой взгляд, для предметной визуализации она работает. Это LoftMed. Вот такая вот карточка. По сути, да, вот такое вот имитирует комнатное освещение с мягким светом из окна. Сейчас посмотрим, какой она даст эффект. Взменяем карту на Environment. Давайте просчитаем все еще раз. Желтоват цвет. Почему? Потому что баланс белого подстроен под экстерьерную карту. Сейчас мы это поправим. 6500 киргенов. Нужно даже еще поменьше. 4000. Ага, вот. 4. Вот. Вот такой вот тоже очень интересный свет. Мы тоже видим рефлексы световые от этой карты. Она мне тоже нравится. Особенно в том случае, если мы используем какие-то глянцевые, либо полу-глянцевые материалы. Ну, например, давайте вот на примере сферы просто возьмем. Сделаем сферку. Сделаем полу-глянец, либо мат. Очень простой шейдер. Ну, например, с такими параметрами. И вот так вот, видите, карта очень интересно отражается в полу-матовых материалах. То есть у нас есть светлые пятна, которые... Ну, то есть шейдер себя показывает полностью. В свету, в тени, на блике на каком-то, отражение мы видим. То есть, ну, очень и очень неплохо использовать карточку для тестирования материала. Если же вам нужен, скажем так, идеальный свет, то есть имитация искусственного света в фотостудии, то мы используем немножко другую связку. Сейчас я вам ее тоже покажу. Выглядит она следующим образом. То есть карту мы подключаем, делаем Clear здесь. И после этого ставим, ну, скажем так, классическая схема подразумевает использование трех софтбоксов. А выглядит она следующим образом. Заходим в источники света, выбираем корону. Кстати, для V-Ray все то же самое. Если кто-то рендерится V-Ray, просто название источника света другое. А схемы постановки света и настройки мультиплееров, они практически идентичны. Это, кстати, одна из причин, почему переход на корону с V-Ray очень простой, очень быстрый. То есть буквально день-два человеку нужен для того, чтобы перейти с V-Ray на корону. Итак, корона Lite, режим Rectangular. Ставим один софтбокс. Где-то под, можно вот так вот, под углом 80 градусов к объекту. Над ним, естественно. Ставим второй софтбокс. Копим. Мультиплееры софтбоксов я сразу же уменьшаю. Идите по умолчанию, но у нас будет значительно меньше это значение. Давайте поставим 10, 10 для начала. И ставим третий софтбокс, который будет давать такой вот заполняющий свет. Он будет стоять сверху у нас. Он будет по мультиплееру значительно слабее наших двух источников света. Ну, пусть будет тройка. Вот такая вот студийная постановка света для того, чтобы протестировать модель или же материал. Давайте посмотрим, как это выглядит на рендере. Не исключаю, что сейчас нам придется немножечко подстроить параметры экспозиции. И температуры цветового баланса. Вот такой вот совершенно мягкий белый свет. Я точно так же могу увидеть блики. Давайте немножко компенсируем пересвет. Двойку поставим. Да, отлично. Свет рассеянный, очень мягкий. То есть, эта схема неплохо подходит для предметной визуализации. Тестировать шейдера на ней, я думаю, не так удобно. Почему? Потому что нету игры света, нету смешания холодного, теплого. Блики достаточно одинаковые. То есть, можно, но я бы не стал. А для предметной визуализации, если вам нужно показать очень хорошо объект, осветить его так, чтобы были видны все нюансы, то эта схема идеальная. Но пока что без претензий на какое-то художество. Забегая наперед, могу сказать, что схема освещения для предметной визуализации очень много используется, в зависимости от того, что вы снимаете. Если это стекло, то это одна схема освещения. Если это твердотельная ткала, то это другая схема освещения. Ткань, ворс, там и прочие вещи снимаются под разными схемами. Но это выходит сейчас за рамки нашего сегодняшнего урока. Чтобы немножко эту схему разнообразить, я иногда использую связку теплого света с холодным. То есть один софтбокс я делаю теплым. Например, переключаюсь на кельвин температра и ставлю 3200 кельвинов на этот софтбокс. А на второй поставим, давайте, он будет холодный, то есть 8000 кельвинов. Холодный свет. И в таком случае наша сцена немножко оживится. Сейчас будет такой вот, видите, контраст теплого и холодного. На этой схеме тоже можно тестировать материалы. То есть это такая усредненная схема между студийным светом и использованием HDR-карты. Тоже вижу блики, они разноцветные, что помогает более, скажем так, лучше понять материал. На этом все. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать и показать. Спасибо за внимание. С вами был Артем Куприененко и наш проект CJ Incubator. Всем пока!